Продолжение следует... А, ну вот, давайте-то первую демонстрацию. Она фактически относится к предыдущей лекции, то есть, грубо говоря, будет продемонстрирована интерференция двух пучков, которые получаются от гелиньонного лазера. У гелиньонного лазера линия довольно узкая, а значит время когерентности довольно большое. Поэтому задержка одного пучка относительно другого после разделения мало сказывается, хотя немножко сказывается. Так... Так... Видно, да? Видны интерференционные полосы? Прекрасно видны. Это фактически ввели кусок стекла в один из пучков и задержали его, потому что скорость фазового стекля меньше. Видно, что немножко ухудшилась. Если бы толщина была побольше, то ухудшилась бы еще сильнее. Ну ладно, наверное, с этим все. Спасибо. Так, теперь, значит, все-таки переходим к сегодняшней теме, но закончим теорему Вина-Рахинчина. Значит, я напоминаю, что если у нас есть некий стационарный сигнал, то для того, чтобы найти его спектр, приходится ограничивать его как-то по времени, выхватывать кусок, иначе интегралы расходятся. И тогда можно представить, вот здесь, конечно, от минус бесконечности до бесконечности, вот в таком виде, сам сигнал и вот его спектральное разложение. И теперь, собственно, найдем корреляционную функцию. f от тау от задержки по определению это среднее. e от t на e комплексно сопряженное от t минус тау. Среднее это по времени. Но по определению времени, что такое среднее? Это надо взять интеграл по какому-то отрезку времени и разделить на этот отрезок времени. Получится единица на t минус t пополам, t пополам. А тут, естественно, получится e от t на e от t минус тау. Где тау это вот выбранная задержка. И тут, естественно, будет dt. Теперь мы можем заменить вот эту величину вот на эту. Но только взяв комплексное сопряжение, конечно же. И тогда у нас получится что? Тогда получится единица на t, интеграл минус t пополам до t пополам. А здесь уже e от t никуда не денется. А тут теперь будет интеграл от минус бесконечности до бесконечности. А комплексно-сопряженная от омега. E минус i омега t минус тау. Минус появился из-за того, что мы комплексное сопряжение берем. d омега и dt. Теперь, поскольку омега и тау независимые величины, мы можем переставить порядок интегрирования. Что мы получим? Получится единица на t. Здесь интеграл от минус бесконечности до бесконечности. Тут получится а комплексно-сопряженная от омега. E в степени и омега тау можно вынести. А тут получится интеграл от минус t пополам до t пополам. Соответственно, e от t. E в степени минус i омега t dt. И тут d омега. Но что мы видим? Если единица на t перенести сюда, то это получится. Вот эта величина, только умноженная на 2π. Получится 2π. А здесь интеграл а от комплексно-сопряженная от омега на а от омега и на e в степени и омега тау. Это, в свою очередь, равно 2π, а здесь интеграл, спектральная плотность и от омега, e в степени и омега тау, d. По д омега, естественно, d омега. А почему должно быть больше? Вот этот интеграл чему равен? Он равен просто вот а от омега. Мы ее и подставляем. То есть амплитуда осциллятора с частотой омега, комплексно-сопряженная, на амплитуду осциллятора с частотой омега, это и есть спектральная плотность. И получается вот такая вот штука. В этом и заключается теорема Винна-Рхинчина. То есть f от тау равно 2π интеграл и от омега, d, e в степени и омега тау, d омега. И, соответственно, раз это получается фурье преобразование, то верное и обратное, и от омега равно интеграл f от тау, e в степени минус и омега тау, d тау. То есть оказывается корреляционная функция и спектральная плотность излучения, связанные преобразованием фурье. Это в теории всяких случайных процессов очень широко используется. И поскольку это входит в программу тоже, то вам это следует знать. Почему так получается? Я, в принципе, разъяснял на прошлой лекции, потому что и спектр, и корреляционная функция приблизительно одинаково зависят от времени корреляции. Чем меньше время корреляции, тем, что получается, уже корреляционная функция от тау, правильно? Но при этом тем шире спектр сигнала. Соответственно, шире, конечно, спектр вот этой величины. Так что все, в общем, тут сходится. Теперь, значит, я хотел бы еще чуть-чуть вернуться к прежней лекции. Когда мы разбирали принцип неопределенности, то у вас возникли вопросы, что меня даже несколько удивило. Мне казалось, что это такая простая штука. Значит, я так подумал и пришел к выводу, что в действительности абсолютно строго его доказать для всех сигналов, по-видимому, невозможно. Потому что сигналы очень уж разнообразные бывают. То есть импульсы бывают очень разной формы. Поскольку там ведь в принципе неопределенности утверждается, что если есть некий там импульс, то дельта Т на дельта Ню больше порядка единицы. Но для этого надо для начала четко условиться, а что такое дельта Т? Это по уровню 1,2 или по уровню единицы на Е? А поскольку сигналы бывают очень разных форм, в принципе, то, по-видимому, здесь общего такого доказательства быть не может. Тем более, что можно придумать сигнал, например, вот такой. И вот по уровню 1,2. Это где? Здесь брать? Здесь, здесь или здесь? Вот. Но что можно сказать? Что для всех разумных импульсов, например, Гауссов импульс, там, Лоренцев, прямоугольный импульс, там, треугольный, всегда получается, что дельта Ню на дельта Тау порядка единицы. И этот принцип, он всегда используется по порядку величины. Именно порядок. Точное равенство на самом деле бывает, но для определенного класса сигналов, например, для Гауссова. Там можно точную величину написать, чему равно произведение дельта Ню на дельта Тау. Ну и еще могу к этому добавить, что буквально в одну строчку доказывается такая вещь, что если вы взяли произвольный сигнал, нашли его спектр, и если вы этот сигнал растянули или сжали, ну, например, в два раза, то спектр тоже растянется или сожмется в два раза. То есть, если вы сигнал сжали, спектр расширится. Доказывать это или нет? Это действительно доказывается в одну строчку. Можете сами поупражняться. Это абсолютно строго. Вот. И принцип неопределенности, он, конечно, имеет очень большое значение. В квантовой механике вы без него никуда не денетесь. Там, если вы в курсе, дельта ПХ на дельта Х больше или порядка Н, где Н постоянная планка. И это, можно сказать, основа квантовой механики. А почему там именно в квантовой механике этот принцип? Потому что квантовая механика, по сути, волновая механика. На этом я тогда с принципами неопределенности кончаю. И теперь переходим, собственно, к теме нашей лекции. Значит, мы разобрали, что задержка влияет на видность интерференции. Но оказывается, на видность интерференции влияет и размер источника. Значит, почему это получается? Ситуация очень простая. Рассмотрим простейшую схему Юнга. На самом деле, немного забегая вперед, могу сказать, что все остальные схемы и случаи тоже можно свести к этой схеме Юнга. В Севухине там разобраны более такие замысловатые случаи, там с отражением от зеркал. Но, по сути, все равно получается то же самое. Значит, есть источник. Есть две щели, два отверстия. Есть экран. Значит, центральная точка, естественно, создает интерференционную картину. Причем в центре, конечно же, находится максимум, потому что здесь пучки имеют одинаковую оптическую длину, одинаковый ход и нулевую разность фаз. И получается в центре максимум, а потом какие-то получаются максимум и минимумы интенсивности. Но если мы возьмем точку смещенную, то что получится? У нас получится, что вот этот пучок проходит больший путь, чем вот этот пучок. Правильно? Поэтому этот пучок задержится. Следовательно, интерференционная картина от вот этой точки будет смещена. То есть максимум будет не в центре, а где-то, скажем, вот здесь. Это, естественно, приведет к смазыванию картинки. Давайте найдем, при каких расстояниях, при каких смещениях картина полностью смажется. Значит, разность хода, как найти? Ну, если считать углы малыми, будем считать углы малыми, тогда разница вот между этим пучком и центральным, но приходящим на эту же щель, будет равна вот этому отрезочку. Согласны? Соответственно, для другого пучка, вернее, для луча, который идет в другую щель, будет точно такой же сдвиг, но в другую сторону. И в целом у нас получится, какая разность хода относительно центральной точки источника. она получится, если это х, то х надо умножить на этот угол, а этот угол – это то же самое, что вот этот угол. и получится, соответственно, у нас х умножить на d пополам, вот эта величина, на l. Ну, l1 возьмем, вот это l1. соответственно, если взять еще и второй пучок и рассмотреть, в конце концов, разность, то еще умножится на 2. и вот теперь, значит, так, это получается, да, ну ладно, пусть так остается. Если теперь это приравнять к лямбда, значит, что у нас получается? Давайте так напишем. х – это у нас лямбда l пополам, где l – полная ширина источника. Тогда получится l, d, 2, l, 1. Если мы приравняем это к… так, 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 так… лямбда пополам, то что у нас получится? У нас получится, что сигнал от этого края сдвинут на лямбда пополам, а сигнал будет вот от этого края сдвинут на лямбда пополам в другую сторону. То есть, получается, что если мы будем пробегать и брать разные точки источника, у нас картинка будет сдвигаться от минус лямбда пополам до плюс лямбда пополам, то есть на лямбда, то есть на целый период. И получается тогда, что картина полностью размажется. Можно рассуждать немножко по-другому. Значит, отсюда вот мы сразу получаем, что картина смажется при л, равном лямбда, л равное лямбда л делить на d. или d равном лямбда л делить на l. Вот эта величина называется радиусом когерентности. Но, наверное, правильнее ее было бы назвать диаметром когерентности, но принято называть радиусом. То есть, если расстояние между щелями меньше этой величины, то интерференция будет. Если больше, то интерференция будет уже плохая. Вот в точности при такой величине будет ровно 0 видность. Можно рассуждать немножко по-другому. Давайте вот я сюда перейду. Если я свой, наш источник, разобью на две половинки. Здесь l пополам, здесь l пополам. И буду брать, отсчитывать пути от середины этих отрезочков. Каждый отрезочек дает какую-то интерференционную картину. Правда, смазанную, конечно. Но какая-то есть. То есть, вместо видности единичка получится что-то вот такое. Но она какая-то будет. Эта половинка тоже отдаст какую-то картинку. Но если сдвиг между ними будет лямбда на 4, а это значит, что сдвиг между ними в этом направлении будет тоже лямбда на 4. и в итоге лямбда пополам, то каждая картинка от одной половинки от другой сдвинется друг относительно друга ровно на полпериода. И тогда у вас, сами понимаете, если на полпериода, там где максимум, там теперь минимум, получится ровная полоса, равномерный фон. здесь ищется тоже очень легко. Значит, надо взять расстояние вот это л пополам, умножить на, соответственно, этот угол d на 2 l1 и приравнять к лямбду пополам. Так. Так, а, да, и множить на двойку, конечно, потому что сдвиг одна половинка в одну сторону, другая в другую. И мы получаем абсолютно ту же самую формулку. Так, это все можно оформить аналитически. Да, приблизительный вид, какой у нас должен получиться видности. Ну, ясно совершенно, что вот он уйдет в ноль, но если мы дальше будем увеличивать размер источника, то вот эти вот кусочки дадут какую-то интерференцию, поэтому тут немножко возрастет, но когда мы увеличим в два раза ровненько эту площадку, то что получится? Вот эти две, если мы, опять же, относительно середины будем брать, дадут в сумме просто фон. Поэтому видность будет равна нулю при L равном соответственно лямбда L на D на целое число. Вот что ожидает. а теперь мы это получим аналитически и убедимся, что все наши рассуждения правильные. Так, что можно стирать? А можно пока ничего не стирать. Рассматриваем картинку. углы углы мы считаем по-прежнему малыми. Значит, берем точку здесь, точку здесь. Смотрим, значит, какие у нас разности хода получаются. Разница между вот этой длиной и этой чему равна? надо провести вот этот бисектрису и провести перпендикуляр. И при малых углах вот эта разница будет просто D умножить на этот угол. А этот угол это то же самое, что вот этот угол. здесь абсолютно то же самое. И поэтому итоговая разница значит интенсивность у нас будет в этой точке. Вы помните формулку, да? И суммарная будет 2i, где интенсивность каждого пучка единица плюс косинус дельта φ. Дельта φ естественно равна k на разность оптических путей. 2pi на лямбда а разность оптических путей у нас в данном случае будет D на L1 на x плюс D на L2 на y. Согласны? Теперь надо чтобы получить суммарную интенсивность в этой точке нужно проинтегрировать от минус L пополам до L пополам. То есть просуммировать сигналы от всех источников. Что у нас получится? И суммарная 2i можно вынести сразу чтобы не мешалось. А тут интеграл от минус L пополам до L пополам единица плюс косинус а тут уже под косинусом будет 2p лямбда D L1 на x плюс 2p D тут лямбда L2 на y и dx. Ну от единички интеграл получится L. Его кстати можно вынести L. И тогда получится в конце концов сейчас я напишу 2i L а вот дальше смотрите интеграл от косинуса это естественно синус мы сразу я смотрю там народ щурится отсвечивает здесь хорошо я перейду все-таки туда для удобства значит воспользуемся сразу терминометрической формулкой здесь же получится при интегрировании синус причем нам нужно будет синус взять от верха и вычесть синус от низа поэтому получится вот какая вещь так чтобы не коэффициент не потерять тут я посмотрю получится в итоге 2 и l здесь единица плюс 2 а я не написал формулку я хотел написать что синус а минус синус б равен 2 синуса а минус б пополам на косинус а плюс б пополам помните такую формулу из тегнометрии и мы сразу ей воспользуемся поэтому вместо разности синусов я сразу пишу вот такую величину получится синус и соответственно l на лямбда l1 на 2 пи d l l здесь взялась уже от того что я l вынес одно на лямбда l1 и умноженное на косинус тут придется мне стереть 2 пи y d на лямбда l2 ну теперь давайте смотреть что вот это за член это же по оси y правильно вот мы движемся по оси y и он осциллирует это и есть вот наша самая это самая осцилляция интенсивности которую мы видим это кросс интерференция а это этот член играет роль амплитуды этих осцилляций поэтому видность когда будет максимально когда косинус единички равен да ну при условии что вот это положительное а не отрицательное а минус когда косинус отрицательный поэтому соответственно можно написать что и максимальное будет равно ну я написал пропорционально 2 и l можно выкинуть оно нам неинтересно пропорционально единица плюс тут лучше сразу модуль написать потому что видно не бывает отрицательный pdl на лямбда l1 pdl на лямбда l1 а соответственно и минимальное равно единичка минус этот же член я уж не буду его писать соответственно видность получится какая если мы вычтем у нас останется вот это единички вычтутся а когда сложим наоборот и получается что видность равна синус и дл на лямбда l1 соответственно и дл на лямбда l1 то есть синус х на х причем когда нули получаются нули получаются тогда когда под синусом пи n правильно то есть дл на лямбда l1 равно пи на а пи я уже закратил n это то же самое что я уже писал то есть все наши качественные рассуждения оказывались оказались в общем-то правильными все понятно нет то есть вид конечно у видности как и предполагалось синус х на х но только модуль теперь давайте сделаем простенькие оценки скажем почему не получился опыт у гримальди который еще до юнга пытался увидеть интерференцию но от солнца он не использовал две щели и источник как солнца у солнца d вернее так не l l это фактически угловой размер приблизительно 10 минус 2 правильно соответственно допустимый допустимое расстояние между отверстиями лямбда l к l где l это источника это получается лямбда делить на 10 минус 2 это приблизительно для зеленого света 5 на 10 минус 5 умножить на 10 во 2 получается 5 на 10 минус 3 сантиметра это приблизительно 50 микрон ясно что такое расстояние между щелями он обеспечить не мог тем более в те времена это чем надо прорезать чтобы вот на щели сделать на расстоянии 50 микрон а вот например если взять звезды то совсем другое дело у них хоть размер то и большой но l большой вот это огромное и тогда получается что для ближних звезд получается вот это д порядка метров ну а для дальних звезд вообще может может и километры быть поэтому мейкельсон придумал способ измерения диаметра звезд очень простой значит вот идет свет от звезды зеркальца зеркальца еще зеркальца еще зеркальца тут линза тут он сводится и здесь наблюдается интерференция если раздвигать вот эти зеркала то когда они близко интерференция есть а в какой-то момент она исчезнет правильно когда мы дойдем до вот этого самого значения вот вам пожалуйста и диаметр звезд что-что лямда это не проблема во первых звезды светит был более-менее белым светом во вторых никто не мешает вам поставить светофильтр и наблюдать на какой-то длине волны там красненький светофильтр зелененький тогда вы будете точно знать длину волны и пожалуйста смотрите эту самую интерференцию так теперь я хочу подвести итог все это этой темы интерференция да я забыл сказать маленькое такое замечание когда мы получили вот эту радиус когерентности то что такое l малое к l большому это угол правильно вот этот вот его обозначает там разными буквами это неважно он называется апертура интерференции просто в задачах может встретиться то есть это вот можно переписать как лямда делить на вот эту апертуру угловую угловую апертуру интерференции так а вот теперь подводим итог вот к примеру вы наблюдаете интерференцию двух пучков и получается она вот такая значит если здесь интенсивность вот здесь четыре интенсивности где интенсивность каждого пучка и это интенсивность одного пучка по идее вас центре должно бы быть 4 на самом деле может оказаться что у вас интерференция выглядит вот таким образом какие мы можем сделать выводы первый вывод вот из-за чего мы не дотягиваем до видность выглядит соответственно вот так вот это идеальная видность единичка до единички мы не дотягиваем значит почему мы не дотягиваем до единички сына ясно что задержка между пучками здесь центре нулевая поэтому это исключительно из-за размеров источника отсюда сразу можно ну или вот так из видности воспользоваться вот этой формулкой и найти размер источника почему происходит спадание от номера с увеличением номера полосы из-за размеров источника это быть не может потому что размер источника фактически сдвигает все полосы одновременно это как раз из-за временной задержки то есть из-за временной когерентности если вы возьмете характерное расстояние на котором спадает значит вы легко можете посчитать спектральную ширину источника потому что отсюда тау когерентности это приблизительно то же самое что тау на котором спадает интерференция оно легко считается надо взять число n на лянда это фактически расстояние на которое мы задержали и делить на скорость света и поскольку это должно быть равно единице на дельта ню то отсюда сразу можем найти размер спектральную ширину источника это будет c на n лянда где n это характерное число этих максимумов все понятно? вопросов нет либо абсолютно ничего не понятно либо все понятно нет но тут должно быть все понятно эта лекция простая как мне кажется так вот теперь значит речь пойдет о лазерах давайте сделаем перерыв в принципе каждый может подойти вот я захватил речь пойдет прежде всего о рубиновом лазере потому что первый лазер был сделан на рубине вот я принес тут кристаллик рубина каждый может подержать в руках настоящий рубин так где там наша демонстрация которая по поводу размеров размеров источника ладно чуть позже тут вам еще будет демонстрация вот в живую видите как влияет размер источника но видимо придется чуть позже теперь лазеры все что я рассказывал фактически это скорее относилось к традиционным источником но не лазерным то есть лампы всякие газоразрядные накаливание солнца ну и так далее создание лазеров конечно сильно перевернуло вообще все эти представления почему потому что если правильно сконструировать лазер то я почему говорю правильно сконструировать то что лазером можно сделать очень по-разному тоже но если поставить определенную цель то что можно получить вот из лазера будет у вас выходить пучок у которого по всей поверхности излучение находится в фазе то есть вот когда я рассматривал влияние этих самых размеров источника я естественно предполагал что все атомы которые здесь находятся излучают совершенно независимо друг от друга в лазерах можно легко добиться чтобы это была действительно плоская волна реальная с фазовыми где поверхность равной фазы вот она так и движется более того в лазерах довольно легко можно добиться очень узкой линии то что вам показали вот гельнионовый лазер это еще говорится цветочки в принципе достигнуты очень хорошо стабилизированных лазерах отношения дельта ню к ню 10 минус 15 где время когерентности там порядка секунды а ширина линии там 1 герц ну вот теперь давайте рассмотрим как собственно лазеры создавались принцип действия история тоже история тоже довольно поучительная по сути лазер это очень просто в самом простом виде это зеркало еще одно зеркало зеркало параллельно вот этому зеркалу и среда которая усиливает свет это зеркало делается обычно полупрозрачным чтобы излучение которое здесь бегает частично выходило значит ключевой вопрос как сделать среду которая усиливает свет история вопроса такова где-то лет 120 назад планк упорно работал над тем чтобы вывести формулу которая описывала бы спектральное распределение света в полости то есть имеется ввиду что есть некая полость из какого-то материала все это находится термодинамическом равновесии тут излучение и было померено что приблизительно от чистоты ну вот какое-то такое распределение есть но формулу ему правильную вывести не удавалось была формула реле джинса которая описывала хвост только значит экспериментаторы подказал подсказали планку приблизительный вид какой должна иметь формула и он на основе этих рекомендаций подобрал подходящую формулу выглядела она приблизительно не приблизительно а точно так что такое аж я потом поясню тут пи квадрат c куб а дальше е степени аж омега на к т минус 1 эта формула удивительно хорошо описывала эксперимент и планк даже сделал доклад на эту тему где представил эту формулу а потом он полгода как минимум упорно пытался ее вывести удалось ему вывести ее только при использовании очень странного предположения оказалось что формула получается если предположить что свет обменивается со стенками квантами энергии и этот квант равен аж овига собственно именно поэтому планка считают одним из родоначальников квантовой теории он первый ввел квант хотя он не считал что свет состоит из фотонов и создание квантовой механики он не имел дела потому что он уже умер к тому времени вот далее инштейн лет через десять уже в 1916 году даже больше чем через десять рассматривая эту формулу и рассматривая всю ситуацию с термодинамической точки зрения он более конкретно рассматривал энтропию света он доказал что эта формула может удовлетворять термодинамики только в одном случае если ввести так называемое вынужденное излучение что имеется в виду к тому времени уже знали что в атомах и молекулах уровни энергии дискретны уже знали что если свет попадает на вещество то он может поглощаться причем перебрасывать электроны наверх но при условии конечно что вот эта разница энергий дельта е дельта е равно а шомига вот а дальше что происходило с этим веществом вот так же как я светил на рубин он светился правильно атомы скатывались вниз и при этом излучали кванты света то есть сначала квант поглощался потом излучался но это излучение происходило уже с задержкой и никак не было направление излучения вот этого кванта никак не коррелировало с направлением возбуждающего кванта который поглощался это естественно называлось поглощением вот это спонтанным излучением так вот Эйнштейн показал что необходимо ввести процесс обратной поглощения то есть вот это поглощение так значит это спонтанное излучение и еще излучение которое вызывается этим же пучком этим же светом то есть если у нас атомы находятся внизу то естественно в основном идет поглощение если же у нас часть атомов наверху а часть внизу то вот это излучение вызывает и переходы снизу вверх поглощения и переходы сверху вниз вынуждено излучение но этого конечно недостаточно для того чтобы усиливать свет ну направленные пучки потому что Эйнштейн рассматривал термодинамическое равновесие здесь излучение бегает по всем направлениям и совершенно непонятно куда излучались эти фотоны в каком направлении еще лет через десять дирок в рамках квантовой электродинамики буквально на кончике пера показал что если какой-то фотон вызывает вынужденный переход то есть сбрасывает атом сверху вниз и атом излучает фотон то этот фотон рожденный в результате вынужденного излучения попадает в то же квантовое состояние в котором находится вынуждающий фотон а это значит что излучение вот это вынужденное происходит в том же направлении с той же частотой и даже с той же фазой что и вынуждающий пучок света это означает что фактически открыта дорога для создания лазеров вот можно усиливать но на самом деле прошло потом чуть ли не 30 лет пока первые лазеры были сделаны хотя технически все уже было готово то есть можно они могли быть изобретены гораздо раньше почему такая большая задержка я честно говоря затрудняюсь сказать но моя версия такая что сыграла роль зашоренность мышления почему потому что для того чтобы происходило усиление а не поглощение в основном нужно чтобы наверху атомов было больше чем внизу правильно вот по этой картине тогда у вас переходов вниз будет больше чем переходов вверх но это противоречит распределению Больцмана правильно по Больцману всегда внизу больше и поэтому как-то казалось что это какой-то нереальный случай и скептически к этому относились многие даже великие физики например достоверно известно что будущий нобелевский лауреат басов приходил к ландау вот с идеями как раз вынужденного излучения ну ландау послушал послушал в общем отнес очень скептически и отправил басова подальше вот были энтузиасты например был такой человек фабрикант фабрикант это фамилия советский физик который жизнь положил можно сказать на создание лазеров но так и не смог ничего сделать он перебрал там кучу веществ но ничего не получалось и первый мазер да сейчас сложилась такая ситуация лазерщики шутят что генерация сейчас вынужденного излучения не получено но разве что на дерьме в общем атак и следующий энтузиаст был басов и вот пятьдесят седьмом году был сделан первый мазер в шестидесятом году был запущен первый рубиновый лазер майманом в америке значит как работал этот рубиновый лазер ну общая схема такая да вот рубиновый стержень под брюстером его скашивали для того чтобы излучение не испытывал не испытывал потери но у маймана не было никаких брюстеров у маймана просто был такой стержень зеркало напылялось прямо на торец здесь зеркало было с маленькой дырочкой то есть зеркало не полупрозрачное так чтобы излучение стуки выходила какое-то лампа импульсная потом от таких ламп спиральных отказались потом стали накачивать уже прямыми лампами а схема уровней у рубина приблизительно такая у него довольно широкий тут набор уровней есть и еще один уровень энергетический лампы возбуждают сюда потом за счет взаимодействия с кристаллической решеткой атомы быстро скатываются вот сюда и если перегнать больше половины атомов на верхний уровень то окажется что вот между вот этими двумя уровнями может создаться так называемая инверсная населенность то есть когда на наверху больше атомов чем внизу в самых первых работах по лазерам использовался очень неудачный термин отрицательная температура но потом от него отказались почему потому что вообще-то понятие температуры может применяться только для равновесных систем а если это не равновесная система то какая тут температура поэтому это заменили на инверсную населенность здесь больше чем здесь но рубиновый лазер неудачен чем уж очень много надо перегонять атомов наверх чтобы создать инверсную населенность поэтому первые рубиновые лазеры такие более-менее мощные выглядели приблизительно так ну вот собственно головка банка конденсаторов размером вот с пол стола мощные лампы потом придумали нашли ионы неодима у которых четырехуровневая схема то есть переход сюда релаксация релаксация сюда и еще один уровень на котором вообще атомов очень мало ну в силу распределения Больцмана и поэтому для того чтобы создать инверсную населенность между вот этими двумя уровнями достаточно перегнать там 1% от этих самых атомов так значит рассказать о всех лазерах абсолютно невозможно поэтому я теперь кратко пробегусь значит по их типам и по их возможностям первое совершенно очевидное условия работы лазера чтобы он заработал нужно чтобы усиление превышало потери вот часть излучения выходит через полупрозрачное зеркало это должно компенсироваться усилением но усиление описывается той же формулой что и поглощение это закон бугера только в обратную сторону то есть должно быть я сейчас написал почему двойка сигма n2 минус n1 на l на r должно быть больше и равно единице двойка из-за того что здесь усиливается два раза пока дойдет до зеркала выходного а r это коэффициентное отражение выходного зеркала можно написать v r выходное это вот как раз инверсная населенность надо чтобы n2 было больше чем n1 ну и если у вас сопровождено это условие у вас у вас возникает генерация оказалось что действительно почти любое вещество можно заставить генерировать почему потому что у многих веществ очень развитая система уровней если вы посмотрите например там справочниках какой-нибудь спектр ну и энергетическую систему уровней там натрия калия там чего угодно это огромное число уровней и если у вас в руках такой инструмент как лазер то вы можете этим лазером избирательно забросить куда-нибудь на какой-нибудь уровень и обязательно между этим уровнем и каким-нибудь другим уровнем возникнет инверсная населенность поэтому когда только появились первые лазеры журналисты подняли шумиху во гиперболоид будем все прожигать сжигать лазерное оружие там и так далее потом выяснилось что не так это просто первые лазеры были маломощные и родилась шутка для чего нужны лазеры для того чтобы возбуждать другие лазеры а на физтехе родилась такая шуточная задача самолет летящий до высоте 5 километров сбивается лазером найти начальную скорость лазера вот но потом со временем конечно же появились лазеры и мощные давайте теперь пробежимся по типам значит во первых вид режим непрерывный импульсный ну непрерывный это например гели-неоновый лазер импульсный это вот рубиновый неодимовый лазер хотя неодимовые работают и в непрерывном режиме кстати непрерывный режим совершенно не противоречит опять же распределению больцмана потому что стационарный режим и термодинамические стационарное состояние и термодинамические равновесное состояние это совершенно разные вещи дальше накачка светом а свет это например лампы всякие газоразрядные там обычно газоразрядные другой лазер электронами это например разряд это как гели-неоновый лазер если вы зажгли разряд там в поле электроны ускоряются бьют по атомам возбуждают их переводят на верхние на какой-то из верхних уровней и может возникнуть инверсальная населенность как в гели-неоновом лазере и электронный пучок можно возбуждать лазеры просто взять разогнать электроны пальнуть этим электронным пучком по активной среде и тоже получается генерация это еще далеко не все химические реакции оказывается при некоторых химических реакциях получающиеся молекулы результаты реакции оказываются в возбужденном состоянии и там можно достичь инверсной населенности более того оказалось что именно эти лазеры как-то наиболее подходят для боевых лазеров потому что энергия в химических связях запасена большая получается при не очень больших габаритах можно снять очень большие энергии и самые первые лазеры которые пытались использовать для как оружие были как раз даже не совсем химические а газодинамические можете себе представить берется ракетный двигатель из сопла вырывается значит пламя а что вырывается на самом деле продукты реакции co2 а на co2 оказывается хорошо дел получается лазеры и поэтому ставится два зеркала вперед и так такие лазеры даже ставили там американцы на свои корабли пытались что-то сбивать но конечно не очень удобно очень громко очень ну масса неудобств открытое пламя но оказалось что можно и по-другому если смешать фтор и водород а еще лучше дейтерий то продукт реакции д фтор оказывается в возбужденном состоянии и генерирует на длине волны там около двух микрон такие лазеры американцы пытались создавать но потом под давлением общественности это было закрыто потому что уж очень ядовитые вещества фтор вот значит какие еще самое экзотическое это атомный взрыв не знаю делалось ли это у нас американцы провели одно испытание где-то в шахте они взорвали то есть изготовили шнур такой не шнур даже ну стержень очень-очень длинный очень-очень тонкий накачали его атомным взрывом и предполагали что там рентгеновское будет излучение без зеркал даже просто за счет очень большого усиления должно было идти направленное излучение и действительно генерация была вынужденное излучение было где-то 10 кило джоулей они получили 10 кило джоулей это вообще-то не такая уж плохая энергия для лазера с одной стороны но учитывая накачку это конечно слезы это все-таки атомный взрыв короче они были очень разочарованы а тут подоспело это как это соглашение о запрещении испытаний и в общем это было дело свернуто так это по поводу накачки теперь какие значит все-таки бывают лазеры самые массовые самые маленькие самые большие но самые маленькие и самые массовые это полупроводниковые лазеры в каждой указке есть обязательно полупроводниковый лазер значит как они выглядят представьте себе кристаллик из полупроводника с пн-переходом ну вы еще не изучали физику твердого тела у вас еще пока не была но могу сказать что п полупроводник это объединенные электронами н полупроводник наоборот обогащенные электронами и в итоге в полупроводниках там атомы когда слипаются то уровни энергии из-за взаимодействия друг с другом расщепляются и в общем получаются зоны такие ну и вот в n-типе значит электронов много тут часть электронов вот здесь находится а здесь все заполнено в p-типе наоборот вот тут часть свободных вакансий а вот тут ничего нет и если пустить ток то электроны инжектируются в п-область и получают возможность сбрасываться сюда и таким образом получается генерация значит размер порядка миллиметра всего ну миллиметр два если кто-нибудь разбирал лазерную указку мог увидеть махонькое махонькое нечто излучение выходит естественно из этой области п-н перехода из-за того что п-н переход очень тоненький расходимость лямбда к д получается огромная поэтому здесь обязательно на входе на выходе линза коллинирующая которая превращает параллельный пучок так такие лазеры стоят во всех DVD приводах там CD приводах Blu-ray приводах используются широко в волоконной связи как источники и их делают по-моему я сейчас точно не помню то ли 100 миллионов штук в год то ли миллиард штук в год в общем вот так это самые массовые ну и самые маленькие теперь значит есть такие лазеры перестраиваемые по длинным волн вот я рисовал вам уровни энергии все они такие дискретные дискретные но если у вас атомы находятся в кристаллической решетке там из-за взаимодействия уровни расползаются ну так же как в маятниках вот сами знаете если два маятника соединить пружиночкой то расщепление частоты происходит там тоже самое и в некоторых веществах из-за этого получается широченные такие наборы энергетических уровней а в итоге спектр усиления очень широкий если в таком лазере вот вы взяли лазер да взяли активное вещество скажем выходное зеркало а здесь вместо зеркало поставили например призму а здесь зеркало которое можете качать то вы тогда можете выбирать нужную длину волны которая бы бегала не выходя правильно потому что разные длины волн идут под разными углами и такие лазеры например титан сапфире обеспечивают перестройку от 700 нанометров до 1100 нанометров это если ну это ближние к но если перенести это в видимую область то получится ну почти чуть ли не вся видимая область то есть грубо говоря ручку крутишь длина волны меняется и как раз именно такие лазеры используют и для генерации ультракоротких импульсов я уже вам говорил что на прошлых лекциях что сейчас научились импульсы генерировать фемтосекундные то есть из лазера выходит там фемтосекунд 10 15 а после сжатия вообще получается 4 фемтосекунды что такое 4 фемтосекунды это представляете какая толщина вот летит блямба фотонов дельта вот это толщина естественно равно если мы умножим 4 фемтосекунды это 4 на 10 минус 15 на скорость света 3 на 10 10 что мы получим 1 и 2 на 10 минус 4 сантиметра 1 и 2 микрона ну из лазера в 10 микрон 10 скажем фемтосекунд выходит это в два с половиной раза больше ну 3 микрона 4 микрона это несколько колебаний это буквально волновой пакет приблизительно такого вида у него огромно огромный спектр широкий он короткий поэтому в силу в принципы неопределенности у него широченный спектр и усиливать такие импульсы можно только вот в таких лазеров у которых очень широкий контур усиления такие лазеры действительно есть так что еще ну теперь самые все-таки узкополосные самые узкополосные это обычно все-таки газовые лазеры вот тот же гелий-нионовый лазер оказывается если пример принять соответствующие меры а меры такие это например стабилизация длины резонатора чтобы резонатор не гулял причем нужно стабилизировать очень хорошо можно ввести обратную связь там удается действительно получить ширину линии порядка герца и такие лазеры широко используются для чего для сверхточных часов сейчас в измерении времени достигнуты колоссальные успехи время сейчас могут мерить с ошибкой ну где-то 10-15 относительная ошибка значит для чего нужно это ну для многих целей там геолокация прочее и например глонасс тот же глонасс и gps ведь как определяются координаты вот вы берете смартфон да и находите где вы находитесь со спутников приходят сигналы закодированные причем их приемник ловит и по коду определяет фактически время когда этот сигнал излучился сравнивает эти времена от разных спутников и таким образом вычисляется положение там человека кого угодно но но вы сами понимаете что из-за большой скорости света эти разницы времен совершенно пустяковые и поэтому там время нужно измерять уже на спутниках спутник знал точное время с точностью ну 10 минус там 10 10 минус 11 ошибка такая относительная должна быть поэтому тело очень востребовано ну и теперь сколько у нас осталось у нас осталось немного самое последнее наверное что же у нас все таки с лазерным оружием можно ли сбивать самолет не бросая лазер конечно эти данные точные данные сильно засекречены но что-то наружу вылезает поэтому что-то сказать можно значит оружие которое могло бы ослеплять людей конечно было довольно быстро разработано тут много энергии не надо была такая установка даже в советском союзе которая ездила лазер маломощный сканировал окрестности если вдруг приходил отраженный сигнал от чего-то ага значит кто-то смотрит в бинокль туда сразу разворачивается мощный лазер плюх значит от глаз ничего не остается была принята конвенция соответствующая но она запрещала воздействие на невооруженные глаза а если с биноклем нет проблем вот значит а вот насчет сбивания там ракет на расстоянии там 100 километров тут большие проблемы до сих пор значит ясно что какие лазеры лучше всего масштабируются лучше всего масштабируются газовые лазеры потому что можно сделать трубу там диаметром метр можно сделать два метра трубу и длиной там десять метров то есть загнать туда вещества много и пожалуйста но сразу выясняется такая вещь что если у вас лазер имеет большую апертуру то есть большой диаметр вот зеркало еще зеркало то начинают усиливаться пучки не только которые перпендикулярно ходят к зеркалу но и под углом они тоже успевают пока выйдут пройти там десяток раз и хорошо усилиться и в итоге расходимость получается очень большой чем здоровее лазер тем больше расходимость а как тогда сфокусировать вот на объект если это сильно расходящиеся излучения трудно поэтому значит так насколько я знаю у американцев еще давно было построено две станции лазерные они стоят около шахтных установок и предназначены для защиты шахтных установок и они могут сбивать летящие объекты которые приближаются на расстоянии ну километров пять а вот дальше как-то уже не получается ну и конечно там большие проблемы потому что надо быстро развернуть эти громадные громадины громадные лазеры на нужном в нужном направлении лазеры которые могут сбивать дроны они есть это не проблема а вот сбивать самолеты многократно демонстрировались лазеры которые сбивали макеты самолетов но которые летели на не очень большой высоте там на километре а вот надежного оружия чтобы там подальше повыше до сих пор нет но над этим люди работают и видимо в ближайшие лет 10-20 я думаю что это будет создано причем если разные лазеры пробуют для этого дела и и газовые и твердотельные и химические то есть процесс идет значит если брать вообще по габаритам то самый большой лазер конечно это ниш который предназначен для лазерного для исследования проблем лазерного термоядерного синтеза вы на курсе проблемы слышали такое нет значит еще когда только лазеры появились басов предложил идею ведь лазер термоядерный синтез он осуществляется водородных бомбах а управляемого термоядерного синтеза никто пока не сделал проблема в чем почему ядра там скажем водорода не хотят сливаться и образовывать гелий хотя это энергетически выгодно и тогда выделяется огромная энергия потому что они положительно заряжены они отталкиваются правильно ядра отталкиваются для того чтобы их сблизить как следует нужно их разогнать чтобы разогнать самый простой способ нагреть до там десяти миллионов градусов значит и басов предложил хорошо берем мощный пучок фокусируем здесь ставим мишеньку здесь происходит нагрев локальные вот пожалуйста лазер термоядерный синтез быстренько начали делать значит теоретики посчитали сказали что достаточно одного кило джоуля быстро попробовали оказалось что а возникает плазма тут про возникает лазерный пробой которая начинает отражать излучение то есть логиами потом перестает проникать который… посчитали сказать надо десять килограджоулей построили машины и в америке у нас на десять скилограджоулей начали стрелять не хватает нейтроны вылетают нам мало в общем тогда теоретики посчитали снова сказали надо сто кило джоулей Но тут у нас началась перестройка, Россия выключилась из этой гонки, американцы сделали установку под названием Шива, постреляли, больше нейтронов вылетает, но мало. Следующая итерация, догадываетесь, сейчас НИФ у американцев, это 2,7 мегаджоуля. Они заявили о том, что положительный выход достигнут. Но что значит положительный выход? Из этих 2 мегаджоулей с лишним до мишени удается довести 30 кг, и вот 30 кг они получили выхода. Следующий вариант, сами догадываетесь, должен быть уже мегаджоули 10, пока еще ни одна страна это не осилила. Этот лазер, естественно, выглядит как? Так, сначала задающий лазер, потом расщепляется пучок на несколько, усиливаются в нескольких усилителях, потом каждый расщепляется еще на несколько, усиливается еще в нескольких усилителях. В итоге получается там, я уж не помню сколько в НИФе, штук 50 каналов, которые потом сводятся все с разных сторон в одну мишень. Занимает этот лазер в итоге площадь что-то около футбольного поля. Вот это, видимо, самый большой лазер, который вообще в мире сейчас существует. Так. Ну все. Эта лекция была, конечно, более популярная, чем научная. Следующие лекции будут, наверное, потяжелее все-таки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Продолжение следует...